Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров, и вновь приветствуем вас на канале Squadboard Shop. Сегодня обзор эксклюзивных скейт-тапок, а именно Nike SB Dunk Chicago. Кроссовкам, которые посвящены чикагским гангстерам. Поэтому мы специально, чисто под этот обзор, взяли вот эту вот гангстерскую машину из 30-х годов. Прямо из Чикаго, с чикагскими номерами. Не переключайте ваши YouTube-каналы. Субтитры сделал DimaTorzok В смысле не про гангстеров? А, да. Короче, нам сказали, что на самом деле это не совсем про гангстеров. Это про баскетбол Чикаго. Ну, сами понимаете, скейтеры – это известные баскетболисты, и баскетболисты – это известные скейтеры. Ладно, пофиг, друзья. В общем, мы безумно рады, что в магазине Squat появились вот эти вот великолепные кеды. Классическая модель Nike SB Dunk. Изначально «Данки» – это была баскетбольная модель. И потом, когда в ней добавили несколько элементов, ее сделали в коллекции Nike Skateboarding. То есть они стали адаптированы для скейтбординга. Там появилась подошва Zoom. Они стали с толстым язычком. Ну, в общем, чтобы в них было удобно кататься. Но, в основном, все-таки эти кроссовки пользуются популярностью не потому, что в них суперудобно кататься, а потому, что многие из них сделаны в интересных расцветках. Там есть потрясающие коллаборации. И, в принципе, почти каждая расцветка интересных, хороших «Данков» ее можно очень хорошо перепродать. Кстати, так можно поступить и с этими «Данками». Насколько я знаю, сейчас на eBay вот эта пара стоит уже порядка 50 тысяч рублей. И сегодня мы хотим такую пару разыграть. Но, чтобы разыграть, вам придется прослушать сначала то, что я про них расскажу. Как я уже говорил, Nike SB Dunk – это бывшая баскетбольная модель. Сейчас в коллекции Skateboarding, скажем так, SB Dunk приняли эстафету популярности от первых Джорданов. Первые Джорданы – именные кеды Майкла Джордана. И, наверное, одна из самых известных в расцветках – это расцветка Чикаго. То есть, в которую он как раз играл в команде Chicago Bulls. И перенесена эта расцветка была вот на эти скейтбордические кеды. Ну, я говорю, что внешне может быть не самая лучшая, не самая интересная расцветка. Но всем нравится, все это реселят. Поэтому мы решили тоже в эту игру ворваться. Поэтому, друзья, если вы хотите выиграть вот эти великолепные кеды, то нам нужно подождать, пока у этого видео будут 10 просмотров. Поэтому включаем ту схему, про которую я уже говорил. 10 тысяч просмотров. Извините. А вы поверили, что 10? 10 просмотров. Один человек оставляет один комментарий. Не нужны ссылки на контакт, не нужны ссылки на профили какие-то. Нет. Если вы сделаете репост этого видео на страницу, если вы поставите лайк, если вы подпишетесь на канал – это круто. Но нам главное просто от вас хороший вменяемый комментарий. После того, как 10 тысяч просмотров будет, мы выберем одного победителя. Кеды, действительно, очень не люблю это слово, но они такие хайповые, друзья. Приятно, что такое есть в сквоте. И я надеюсь, что сквот будет все чаще получать и такие модные кеды, чтобы на нас еще больше ненависти сыпалось, что скейтбординг. Он про скейтбординг, а не про вас, модники дурацкие. Итак, кроссовки Nike SB Dang Chicago. Классическая расцветка Chicago. Белый, красный и черный цвета. Тоже красная стелька, что тоже, в принципе, хорошо для такой лаконичности и для того, чтобы не добавлять новых цветов. Как обычно, у нас есть толстый язычок. Как обычно, у нас тоже такие толстые шнурки, как на всех моделях Dang. И у нас здесь также, постараюсь ее достать, с технологией Zoom. У нас здесь стелька, очень хорошая для катания. В общем, классическая модель из 80-х годов, которая, в принципе, для скейтбординга подходит и сейчас. Поэтому вы можете в них катать. Кстати, мы сделаем еще одно видео, где мы сделаем 100 флипов в этих кедах. Как бы я не любил говорить про кроссовки как коллекционирование, про кроссовки как искусство, все-таки кроссовки для скейта, это кроссовки для скейта. Я очень уважаю ребят из сквата, да и, в принципе, скейтеров, которые катаются в своих редких кроссовках, которые не боятся убивать их. В принципе, скейт-кеды, они для того, чтобы в них кататься, а не стоять на полочке. Дмитрий Егоров, друзья, Squad Board Shop. Субтитры создавал DimaTorzok